Здравствуйте, девочки и мальчики! Теперь каждый вечер я буду рассказывать вам сказку. Если вы еще не подписались на наш канал, подпишитесь, пожалуйста. А теперь устраивайтесь поудобнее и слушайте. Волк и семеро козлят Жили-были коза и семеро козлят. Когда уходила коза в лес травку пощипать, Водички напиться, то всегда говорила, Козлятки мои дорогие, никому дверь не открывайте, Только мне. Я песню запою, вы мой голосок и узнаете. Так было всегда. Пасется коза, пасется, потом идет домой и поет. Козлятушки, ребятушки, быстро дверь отоприте, Ваша мама пришла, молочка принесла. Козлятки отопрут дверь и впустят маму. Она и накормит их, и напоет. Потом коза снова идет постись. Однажды волк подслушал, как поет коза, Решил он козлят съесть. Дождался, пока коза ушла, Подошел к избушке и запел, Как коза пела, но очень грубым голосом. Козлятушки, ребятушки, быстро дверь отоприте, Ваша мама пришла, молочка принесла. Козлятки не открыли. Уходи, говорят, не матушкин это голосок, У нашей матушки тоненький голосок. Волк отошел в сторону, Потом снова подкрался к двери, И попытался запеть тоненьким голоском. Козлятушки, ребятушки, Но тут волк начал кашлять, Козлята снова дверь не открыли. Волк разозлился, отошел подальше, Спрятался за куст и глядит. Пришла коза, запела тоненьким нежным голоском. — Козлятушки, ребятушки, Быстро дверь отоприте, Ваша мама пришла, молочка принесла. Козлята дверь отворили, Козу впустили, Рассказали, что кто-то чужой приходил, Но они дверь не открыли. Коза деток накормила И строго-настрого приказала Никому дверь не открывать. Рано утром пошла коза пастись, А волк забрался в чащу И давая учиться петь, как коза. Воет волк, воет, Да все у него не получается Петь тоненьким голоском. Прибежала лисичка и спрашивает, Что это ты, волк, воешь? Нашел я в лесу избушку, А в избушке семеро козлят, Вот бы их съесть. Но коза приказала им дверь Никому не отворять, Они не отворяют. А все потому, что у меня Голос грубый, не такой, как у козы. Я могу тебе помочь, Говорит лисичка. Помоги, просит волк, Принеси мне гусыню, И я научу тебя, как голос исправить. Побежал волк к озеру, Где гуси плавали, Подкрался поближе, Схватил одну гусыню И отнес ее лисичке. Лисичка вмиг гусыню съела И говорит, Иди, волк, к кузнецу, Пусть он тебе голос перекует, Чтобы ты пел тоненьким голоском. Волк побежал к кузнецу И спрашивает, А скажи мне, кузнец, Можешь ли ты мне перековать голос, Чтобы я мог петь, как козочка? А зачем тебе это? Спрашивает кузнец. Волк ему рассказал все. Кузнец подумал и говорит, Хорошо, помогу я тебе, Только принеси мне пару гусей. Волк снова побежал к речке, Притаился на камышах, Выследил пару, Гуся и гусыню схватил их за крылья И понес кузнецу. Весет и думает, Зачем мне эти козлята, Съем я гусей. Но очень уж волку хотелось Козлят получить. Принес волк гусей к кузнецу и говорит, Вот тебе подарочек, Сделай мне тоненький голосок. Хорошо, говорит кузнец, Поройди ближе к наковальне, Высунь язык и закрой глаза. Сделал волк все, что кузнец приказал, А тот как ударит волка по лбу молотком, Волк и покатился, Три дня в кустах лежал, Ни живой, ни мертвый, Потом очнулся, подскочил И убежал из тех мест, Никто его больше не видел. Гуси у кузнеца живут, Гусят привели, А коза и козлятки живут, Поживают по-прежнему, Козлятки послушные, Чужим дверь не открывают, И ты не открывай. Вот и сказочке конец, А кто слушал — молодец! А теперь закрывайте свои глазки, И спите крепко-крепко и сладко-сладко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok